Приветствую вас! Термин «мудренний мужчина» был в виде Юнгом, Карлом Юнгом, последователем, учеником Вигмонда Фрейда, и означает этот термин то, что в бессознательном в сфере бессознательного у девушки есть собирательный образ мужчины, некий архетип этот архетип, или грубо говоря анимус, такой термин ввел Карл Юнг означает, что у девушки есть некий идеал мужчины который формируется в детстве при взаимодействии с близкими мужчинами значит, обладающий определенными чертами мужского характера и представляющий собой будет того некого идеального мужчину, который для девушки наиболее желателен в плане личных отношений то есть такого мужчину девушка считает наиболее приемлемым, наиболее благоприятным для себя и для своей жизни и других мужчин она стремительно стремится Spск привести вот к этому идеалу по сфере делала, анимус это тот, кто обычно спрашивают какой для тебя идеальный мужчина и женщина говорит какой для нее идеальный мужчина мне это activist а разница только в том что, когда женщина говорит кто для нее Вы правы это не значит, чтоazon非лавção есть анимус. Потому что анимус все-таки это на уровне бессознательного. И бессознательное не всегда отражается в сознательном. То есть, иными словами, тот идеал мужчины, который называют девушкой, может отличаться от собирательного образа анимуса, лежащего в ее пацанами. И чтобы определить этот самый образ, выявить его нужно путем беседы, путем работы, консультации, выявлять у девушки ее предпочтения у мужчины. Как правило, эти предпочтения кроются в детстве? Например, какие черты характера отца женщине нравились больше всего? Какие черты характера мальчиков ее привлекали больше всего? Именно это и есть анимус. А идеал, который обычно говорит женщина, рассказывает, это скорее социальная надстройка обществу. Если в обществе принято считать идеальных мужчин сильными, там, я не знаю, успешными, мускулистыми и так далее, то именно такой идеал, скорее всего, женщина и назовет. Просто потому тут такие социальные ценности. Но ее анимус будет совершенно другим. Хотя не исключено, что некоторые схожие черты между ее идеалом и анимусом все-таки будут присутствовать. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам удачи и всего доброго.